Всем привет! Меня зовут Илья. Сегодня в этом видеофайле мы с вами, дорогие друзья, будем из простой последовательности аккордов пытаться делать грув, делать музыку, делать басовую линию, смотреть, как это можно делать, какие средства выразительности использовать, какие элементы музыки, как это все добавлять и так далее, и так далее. Попробуем. Это будет один из таких подходов, один из взглядов, как можно проработать вот это вот обыгрывание аккордов, как можно сделать красивую басовую линию на последовательность аккордов. Вот такая сегодня тема нашего разговора сегодняшнего, так что доставайте поскорее ваши бас-гитары и приступим. Итак, для сегодняшнего видео я выбрал простую последовательность аккордов. Именно с этой последовательностью мы сегодня будем работать, делать из нее грув, обыгрывать на бас-гитаре. Давайте же поскорее посмотрим, как она выглядит и как она звучит, как эти аккорды звучат. Первый аккорд у нас DM7. Послушаем внимательно, как он звучит, такой минорный характерный окрас. Второй аккорд G7. Аккорд пятой ступени, доминация абдаккорд. Потом CMH7. Аккорд первой ступени. И AM7. Аккорд шестой ступени. Это такая классическая вертушка. Здесь у нас 2-5-1, но с добавлением еще аккорда шестой ступени. Соответственно, здесь мы как бы, чтобы аккорд первой ступени, если я просто 2-5-1 обыграю, там, как правило, будет два такта аккорд первой ступени звучать. Но мы можем разбавить, сделать интереснее гармонию и добавить, как бы заменить на аккорд шестой ступени еще аккорд первой ступени. Потому что у них одинаковая функция тоническая аккорда первой и шестой ступени. Поэтому они хорошо друг друга заменяют. И для того, чтобы гармония поинтереснее звучала, мы можем добавить еще к 2-5-1 аккорд шестой ступени. Значит, такая довольно распространенная аккордовая последовательность. DM7. Часто встречается в любой музыке, в поп-музыке, в джаз-музыке, в любой, в общем-то, какой-то народной музыке. Часто бывает эта последовательность довольно популярна. Вот мы сегодня с ней и будем работать. И первым шагом навстречу к успеху, навстречу к своей собственной басовой линии, груву, в конце концов, это будет определение первых ступеней аккордов, так называемых roots-нот, корневых нот. Например, если аккорд DM7 у нас в данном случае, то нота ре будет первая ступень. Если аккорд G7, у нас нота соль будет первая ступень. Здесь корневая нота. Dom H7, CMH7, первая нота, вот она. И, соответственно, AM7 мы определили тоники и можем уже из этого сделать простую басовую линию, при этом используя еще и восьмую ступень. То есть первую нота выше, как бы вот эти октавы, они создают движение басу, интересность, какой-то вот такой вот шарм, можно так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, вот такой вот басовой линии очень часто достаточно для каких-то песен, для каких-то популярных композиций, для каких-то, может быть, роковых композиций. Этого может быть даже достаточно в большинстве случаев. Но иногда, понимаете, не хватает, нету, не хватает какого-то жизни, не хватает движения, не хватает вот какого-то интересности, не хватает романтизма в партии. Гроба и нравы, романтизма нету. Иногда хочется сделать более партию интереснее, более наполнить смыслом. И в таком случае мы можем перейти к следующему шагу. А следующий шаг, следующая ступенька басовой линии, это у нас будет игра арпеджио. В данном случае у нас арпеджио аккорда. В данном случае, повторюсь, мы имеем дело с септаккордами. Если я говорю, например, DM7, это септаккорд, он состоит из четырех звуков или больше даже. Ну, в данном случае имеем в виду четыре звука. Соответственно, у нас получается арпеджио септаккорда, и в нем четыре звука должно быть. Здесь мы еще добавляем седьмую ступень, потому что септаккорд. Мы на данном этапе должны понять, какие у нас основные тона в аккорде, и их идентифицировать. Но чаще всего, к примеру, если вы играете рок-музыку или поп-музыку, какую-то песенную, то зачастую используются обычные трезвучия аккорда, которые состоят из трех, всего из трех нот по терцам расположенных. То в данном случае мы седьмую не трогаем, она создает лишнее напряжение, какие-то лишние краски, то, что нам не нужно. Поэтому можно, например, если у вас какой-то более роковый стиль, какой-то более поп-стиль, то можно ограничиться обычным трезвучием. Первая, третья, пятая. Вот эти ноты мы добавляем. Но, так как я уже вначале сказал, что септаккорды будет, значит, арпеджио септаккорда у нас вот таким вот образом. Седьмую ступень, она у нас находится вот здесь. Давайте идентифицируем наши вот эти арпеджио септаккорда. ДМ-7 у нас будет. ДЖИ-7. СМ-Х-7. И АМ-7. На басу, на самом деле, не всегда, ну, даже если звучит септаккорд, можно ограничиться трезвучием, найти интересные ходы с трезвучием. Не обязательно подчеркивать постоянно эту седьмую ступень. Тут дело вкуса. Но вот эти вот аккорды сложные, которые больше четырех звуков дают, они, больше четырех звуков в них, они, конечно, дают какие-то новые эффекты, новые краски какие-то интересные. Вот. Но не всегда это нужно. Тут вы смотрите сами по ситуации. Значит, как можно использовать, соответственно, еще и трезвучие в данной басовой линии. ДЖИ-7. Также можно усложнить, как, например, чередовать движение вверх и движение вниз по арпеджио, по нашему аккорду. К примеру, я играю аккорд ДМ-7. Сначала движение делаю вверх. Потом перехожу в соль и играю вниз. Потом пять вверх. И вниз. АМ. И наоборот, да, например. Различные комбинации. Движение вверх чередует движение вниз, движение вверх, движение вниз. Таким образом, партия будет звучать гораздо интереснее, менее надоедать, на самом деле. И больше в ней будет музыки. Давайте перейдем к следующему уровню, следующей ступеньке, к следующему шагу в построении басовой линии. И попробуем добавить еще и пентатонику. Движение пентатоническое. Значит, мы уже знаем первую ступень, восьмую октаву. Мы уже знаем арпеджио аккорда. Первая, третья, пятая, седьмая. Мы уже это все с вами только что сыграли. И можем добавить еще и пентатонику. Давайте же сыграем и определим пентатоники для наших аккордов. Первый аккорд у нас ДМ7. И для него будет хорошо минорная пентатоника. Давайте смотреть. Вот так она выглядит. Второй аккорд у нас G7. И здесь у нас будет мажорная пентатоника. Третий аккорд СМА7. И здесь также будет мажорная пентатоника. И четвертый аккорд АМ7, для которого подойдет минорная пентатоника. Вот такие вот ходы, вот такие вот лики, которые довольно эффективны. И мы можем также использовать, зная вот то, что мы уже сыграли, и какие-то еще краски получить, какие-то еще движения создать, какое-то еще напряжение, драматизму в конце концов. Все это можно сделать из пентатоника. Особенно если какой-то рок, какой-то такой... Ну, пентатоник, сами понимаете, это, так сказать, используемая вещь. И никогда она не подводит обычно. Поэтому можно также использовать какие-то пентатонические движения с октавами. И опять чередовое движение вверх, движение вниз. И последний шаг, последний уровень нашей сегодняшней басовой линии это добавление четвертой и второй ступеней. Субдоминантовые, так называемые, ступени. В некоторых пентатониках они есть. Например, в минорной есть четвертая из арпеджио, и в мажорной есть вторая. Но, например, четвертой нет в мажорном арпеджио, четвертая. Поэтому здесь как бы можем еще и добавить вот эту четвертую к мажорному аккорду и получить еще и еще красок, понимаете, еще кистей, еще идей. Наполнить душой музыку. Давайте же попробуем сыграть и послушать, как это будет звучать с добавлением второй и четвертой ступеней к нашему груву. К примеру, какая-то еще, согласитесь, красочка добавилась. Я тут еще использовал хроматизмы, но это уже от шагающего баса, ближе от джаза, можно такие подъездики делать к первой ступени. Например, или вот здесь, внизу и вверху, можно еще добавлять хроматизмы. Подведем итоги сегодняшнего видео. Считаю полезно, сегодня позанимались, так сказать, пробежались по основным этапам развития басовой линии, основные шаги сделали, уровни посмотрели, так сказать, от минимализма до более таких продвинутых партий, более таких насыщенных, движевых, интересных, технически, которые интересно играть, если их уметь использовать. И даже в каких-то популярных песнях можно такие басовые линии насыщенные вполне использовать, при умении, так сказать, вот этом вкусе определенном. В общем, посмотрели. Это один из подходов. Я не говорю, что он там для всех может подойти, вот эти шаги. Кто-то, у кого-то своя любимая, ну, кто-то на слух вообще играет, понимаете, кому-то вот так проще. Кому-то вот забивать голову какими-то вот этими там арпеджи, вот этот пентатоник, зачем? Но это основные все-таки такие универсальные механизмы, понимаете? Универсальные всегда работают, проверены времени, в конце концов, поэтому без них никуда. И считаю полезно позанимались. Для этого видео я взял случайный барабан, с ютуба просто, буквально 90 bpm, такие кочевенькие, в R&B-фанковом таком стиле, и на них как раз-таки придумал эти басовые линии и вот эту аккордовую последовательность. Ссылку оставлю на барабаны, также на бусте обязательно проходите, там будет нотное приложение полное к этому видео в PDF-файле. В общем, если хотите, заходите, очень полезно дополнительно. Вот такие вот, друзья, вот такое сегодня было видео. На этом все, закругляюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok